Да, я пыталась пригласить дизайнера, и как-то у меня появилась такая идея, что я сделаю лучше. Я знаю, что первый-то был не я. По учебе? Да. Да? Да. Аня, почему ты решила стать дизайнером? Потому что мне интересно эта сфера, поскольку уже несколько лет, ну минимум 10, я качу из одной квартиры в другую и постоянно пытаюсь ее обустроить. Это или окрашивание стен, или новая мебель, или еще что-то. И пытаюсь это сделать симпатично, как мне кажется. В какой-то момент поняла, что все-таки не хватает знаний, каких-то базовых, теоретических и практических в смысле чертежей, размеров, каких-то вот таких вещей, которые облегчатся и помогут в обустройстве жилья, сделать его уютным и красивым. А почему бы тебе не пригласить дизайнера, почему ты решила сама учиться на дизайнера? Да, я пыталась пригласить дизайнера, и как-то у меня появилась такая идея, что я сделаю лучше. Ну, получилось? Как тебе кажется? Да, я думаю, было неплохо. Забегай вперед. Да, я думаю, было неплохо, и мне нравится, симпатично получилось, поэтому, собственно, и решила продолжать. Неплохо было, и первая, и вторая квартира тоже симпатично как-то все выходит. А та квартира, которую ты делала на наших курсах, это которая по счету? Это я делала для подруги, если считать мои квартиры, которые я сама таким своим способом, наверное, пятая или шестая, где-то так. Но это все было настолько методом проб и ошибок, поскольку не было ни теоретических знаний, не было ни практических знаний, как это все делается. Ты имеешь в виду, не было, это до того, как ты к нам пришла? Да, да, да. То есть сейчас они у тебя появились? Да, сейчас уже все понятно, как это все делается, как это все происходит. Тот проект, который ты сделала сейчас для своей подруги, он уже отличается от тех, которые ты раньше делала? Безусловно, колоссально, потому что раньше все это было как получится, а сейчас есть четкая структура, есть четкий план, и я знаю, что делать, если у меня будет еще какой-то проект. Безусловно, я сразу же знаю, за что браться, и как приступать, как это все оформить, и потребностей людей. Как идею оплатить уже в жизни. Да, 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 согласно потребностям людей, да, как их сделать в таких ощущениях. А ты по профессии не дизайнер, то есть ты не училась на дизайнера? Нет. А на кого ты училась? Инженер, на стройфаке училась, но… А профессия где-то близкая к дизайну. Да, да, близкая, но поскольку я не работала по специальности никогда, то, конечно, я теоретическую какую-то базу знаю, то есть представляю, что это такое. А кем ты работала? И кем работаешь сейчас? Сейчас я не работаю, я, получается, в декрете была, и вот дочка только пошла в детский сад, и я могу приступить к своей реализации. Дочка в детском саду, так что все в порядке, можно идти работать. А кем ты работала? Была юристом какое-то время, немножечко совсем, потом была помощником руководителя тоже какое-то время, и все. И потом декрет. Ну да, потом пыталась как-то каким-то ручными хобби заниматься, как скрамбукинг, еще что-то. А, тянуло на творчество. Да, тянуло на творчество, но опять же не хватало каких-то знаний элементарных композиций. То есть там тоже это нужно, и по цветам согласования там тоже это нужно. Я знаю, что первый-то был не я. По учебе? Да. Да? Да. Первая была архитектурно-художественная академия, правильно? Да, курсы, доп. образование. Это курсы целый год, да? Да, один учебный год. Да, я понимаю, что может быть не очень корректно, но меня же очень интересует, насколько отличается образование на моих курсах и образование там. Ведь они разные по времени. Да. Там год, правильно? Да, один учебный год. Один учебный год, два раза в неделю. Да. Даже два-три раза в неделю. Да. На моих занятиях два раза в неделю, но три месяца. Да. А по окончании курсов у меня, у тебя готовый дизайн-проект? Да. Да, разница, конечно, колоссальная, поскольку... А вот что там по окончании года? Мне просто интересно узнать, как бы. Потому что я сам учился, но я учился четыре года в архитектурной академии. Я учился четыре года, по истечении четырех лет у меня не было дизайн-проекта. Поэтому расскажи, как твои ощущения, если бы ты сравнивал сейчас, на данный момент. Получается, за один учебный год в архитектурном мы делаем два проекта. Один жилой, другой общественной. И мы делаем его в части экскизов. То есть у нас будет презентация. И, собственно, на этом в большинстве своем заканчивается проект, поскольку времени уже недостаточно его продолжать детально. Соответственно, обучение тоже колоссально отличается, поскольку очень много лекций, очень много теоретического материала. И ты уже сам применяешь это на практике. То есть все курсы, лекции, которые ты послушал, ты это сам уже структурируешь у себя в голове. И сам применяешь то, чему услышал, то, как научился, как сам это понял, так и делаешь. Конечно, преподаватели смотрят, проверяют, ставят свои оценки, комментарии и прочее. Но, получается, заканчивается у нас все на стадии картинок. А здесь, конечно, по-другому. Колоссальная разница в плане подхода. Потому что здесь курс сжатый. И, получается, мы делаем на практике к конкретному объекту, привязываемся и полностью весь комплекс работ. От и до. Как в жизни, собственно, и нужно. Весь комплекс работ. Поскольку в жизни мы же не заканчиваем обычно на стадии картинок. Мы не отдаем картинку и говорим на этом все. А, конечно же, нужен полностью весь спектр. И, соответственно, в этом-то и отличие. Это то, что здесь от и до и до конца мы заканчиваем этот проект и отдаем его, как готовый альбом, заказчику. И мы можем таким образом после учебного уже начать свой проект с настоящими заказчиками. Ну, собственно, конечно, и в учебном можно с настоящими заказчиками. Но после окончания курса вашего можно уже смело брать заказ и делать. Потому что структура очень четкая. Понятно, сколько этапов, что мы на этих этапах делаем и какая структура в каждом этапе. То есть первое, второе, третье, пятое, десятое мы это сделали. Закрыли этот этап и тогда переходим к следующему. Собственно, как вы и учили, и на практике это, конечно, очень помогает. Потому что получается, что много раз хочется вернуться к первым этапам. И вот это вот постоянное возвращение, безусловно, оно тормозит процесс сам. Получается, что это можно делать проект вечно. Но, как вы научили, нужно сделать на первом этапе полностью всю работу. Нужно его досконально изучить. Вот этот этап полностью все обсудить, все сделать, закрыть. И тогда уже переходить к следующему. И даже если будут возвращения, они не будут такими глобальными. То есть чем качественнее сделаешь этот этап, тем меньше придется к нему возвращаться. Можно я тогда по этапам у тебя спрошу? То есть я правильно понимаю, что в архитектурной академии, вот, рассравниваем с ней, то есть там такого нет, то есть нет разбивки по этапам. Поэтому есть много теоретической базы на основе этой базы. Ну, кстати, это очень важно. То есть теория, она всегда важна. То есть здесь вопросов никаких нет. Но вот нет проработки по этапам и перехода от одного к другому, что дает результат. Ну, то есть результат в виде проекта, имеется в виду. Не результат в виде знаний, там, да, которые в теории. И вопрос вот такой. То есть те этапы, которые мы прорабатывали. То есть вот ты много сказала, что, ну, какие-то технические знания, как там чертежи чертить, чтобы стало понятно, как делать. Давай про творчество поговорим. То есть вот курс, который ты у меня проходила, то есть это же не только технические моменты, то есть насколько он дал тебе творческих знаний. Ну, например, поговорим про этап планировка, да? Да. То есть сколько там вот нового ты для себя узнала? Да, на самом деле все встало на свои места, поскольку, например, теоретические знания, они идут в общем. То есть их очень много, все эти законы, нормы и прочее. Их нужно постоянно держать в голове. И не выстроив структуру, очень тяжело ими оперировать. То есть когда вы даете четкую последовательность, например, этап перепланировка, и мы делаем перепланировку четко по таким правилам, их там условно 20 штук, вот. И мы соблюдаем эти все правила, и уже гораздо проще. То есть первое, что мы смотрим, да, как вы говорили, перепланировка, это стены. Несущие стены смотрим, то, что нельзя трогать. Следующее, то, что мы смотрим, мокрые зоны. То есть вот такая четкая структура, она помогает сразу же при любой первой попавшейся планировке уже видеть все возможные варианты, и уже сориентироваться очень быстро. Потому что когда очень много теоретических знаний, и ты это все держишь без четкой структуры, тяжело в них найти вот саму суть, и очень быстро сориентироваться. В общем, ты набрала много теоретических знаний. Это как коробочки такие. Да, да. Пришла ко мне и говоришь, разложите. Да, 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 да. А мы по стернажикам все разложили, и теперь у тебя все аккуратненько, ты понимаешь, откуда все взять. Да. Ну здорово, я очень рад. Хочу еще спросить про концепцию. То есть у нас был большой этап концепции, и вот я уделяю ему очень много внимания. Да. Ты это помнишь? То есть самый длинный, наверное, этап у нас был планировка, потом концепция, он еще длиннее получился, чем планировка. Как он тебе понравился, нет? Вот тогда мы придумывали идею, и потом из этой идеи мы свой собственный стиль придумывали, и во что это превращалось, как это впечатление после этого. Да, очень необязательно. То есть здесь же тоже была структура такая. Да, необычный подход, мне он очень понравился, потому что здесь четко видно вот какой-то уникальность того проекта, который ты делаешь. И вот этот вот образ, который вы говорили, когда его находишь верно, когда его подбираешь под заказчика, и он вдохновляет дизайнера, то, естественно, очень просто становится делать проект. Когда этого образа нет, то на самом деле тяжело подбирать элементарно ту же самую мебель, те же самые материалы, тот же самый декор. Это очень тяжело все состыковать между собой. Непонятно, как они будут рядом друг с другом смотреться, на основе чего, по каким принципам все это будет действовать. Ничего не понятно, и получается какая-то просто сборная моделька, и поставили один диван, другие шторы, такой-то ламинат, и все. То есть нет ничего, чтобы их объединяло. Ну, может быть, по цвету можно это сделать еще как-то. А когда есть образ, который помогает создать красоту, то есть и сам образ прекрасен, и ты это воплощаешь посредством образа, вот эту красоту в квартире, то, безусловно, это и вдохновляет на работу, и хочется это сделать, и уже смотришь, подбираешь материалы не просто так, а ты уже с четкой целью смотришь, что вот эта мебель, она подойдет. А вот эта нет, категорически даже не надо ее смотреть, какая бы она там красивая ни была, или, например, какая бы модная она ни была, потому что сейчас все это делают, и сейчас это настолько популярно, что чуть ли не каждый проект. Но у тебя такой подход больше понравился? Безусловно, потому что он настолько облегчает работу, когда ты все к единому целому приводишь, и оно согласовано между собой, то есть это складывается единая картина, в которой нет ничего лишнего. А материалы и мебель легче подбирать при таком варианте? Конечно, ты уже смотришь и смотришь по цветам, и по фактуре, и как оно будет смотреться друг с другом, как они рядышком будут. Будет это симпатично или не очень, и можешь подобрать какой-то аналог, но нечто чужое, что не подходит вот к этому образу, уже туда не поставишь. То есть это все рядышком, все оно сливается в одно единое целое, и гораздо проще так все делать, и по мебели, и по материалам, по всем отделочным, и по декору, естественно. Ну, ты довольна? Безусловно. Конечно, очень довольна. Если бы ты сейчас выбирала курсы, то ты бы какие выбрала? Пошла бы еще раз? К нам, например. Вообще, выбрала бы их еще раз? К вам бы с удовольствием, конечно. Я пошла, да, второй раз. Очень хочется, потому что вот эта даже сама атмосфера обучения, она, конечно, вдохновляющая. То есть ты смотришь не только на свою работу, не только свою работу показываешь, ты смотришь работы коллег, и, естественно, они тоже тебя вдохновляют, потому что такие интересные идеи у девочек были, которые я бы, например, может быть, сама бы и не придумала никогда. То есть у девочек свои, так скажем, вот эти предпочтения, свои вкусы, свои взгляды. И, конечно же, таких, которых, предположим, нет у меня. И когда смотришь на работы других, это прекрасно на самом деле. И, опять же, ты же смотришь не только по хвалу им, но если есть какие-то моменты технические или по композиции моменты, ты это видишь и сразу учишься, и замечаешь в своей работе, что действительно у меня же ведь такая же... Слушая комментарии. Да, слушая комментарии по работам коллег, конечно же, ты смотришь на свою работу, возвращаешься к ней, и думаешь, что да, действительно, у меня же ведь точно такая же ситуация, вот что мне нужно сделать. Мы с тобой же видеоотзыв записываем. Да. Поэтому, что бы ты порекомендовала моим будущим студентам, которые приходят учиться? Да, безусловно, я бы рекомендовала курсы «Школа сурового практика», поскольку здесь можно сразу же применить все свои знания, понять структуру действий, и уже в жизни с настоящими заказчиками гораздо проще работать, соответственно, и можно таким образом экономить время и деньги заказчиков, и, соответственно, свое время тоже, потому что знаешь, что делать, знаешь, как это делается, и эти курсы вдохновляют даже. Я, пройдя их, я бы с удовольствием еще раз попробовала, потому что это вдохновение, особенно на этапе концепции, когда подбираются и мебель, и материалы к общей выбранной идее, то, безусловно, это заставляет думать, что-то оригинальное придумывать, какой-то уникальный подход свой применить, а не такой, который на всех аналогах в интернете, и, собственно, который может, который может, собственно, сам заказчик сделать, он может посмотреть и воплотить это в жизнь, отдав эту картинку строителям. А дизайнер тем и отличается, что он может предложить какую-то свою уникальную идею и ту, которую заказчик не сможет сам придумать. Но ты получила то, за чем шла. Да, безусловно. Супер. Аня, спасибо тебе большое за то, что согласилась дать этот отзыв. Вам спасибо. Спасибо, что ты участвовала в этом курсе, что ты сделала такой классный проект. Ты большая молодец. Спасибо. Я тебя награждаю сертификатом. Поздравляю тебя. Спасибо большое. И желаю тебе больших творческих успехов. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok